Когда речь заходит о Муавии, то его сторонники в первую очередь ссылаются на то, что он был писцом Корана. Так ли это? Нет, конечно же, ни в коем случае Муавия ибин Абу-Суфьян писцом Корана, конечно же, не был. И на это много доводов и доказательств. На это много оснований. Во-первых, было бы неразумно обратить внимание. Начнем с того, что Муавия ибин Абу-Суфьян принял ислам в 2008 году, после завоевания Мекки, в 2008 году хиджры. Примерно за два года до того, как его святый спасатель Аллаха, саллаллаху алейху 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 салям, ушел из этого мира. Ушел из жизни этой мирской. То есть в восьмом году хиджры. А до этого на протяжении 20 лет практически Муавия им. Абсуфьян враждовался с исламом, мусульманами и с его святостью пророком Мухаммадом. И только в конце жизни его святостью посланник Аллаха тот принял ислам. И насколько нужно быть неадекватным человеком, чтобы своему злейшему врагу, который принял твою религию только после того, как полностью потерпел поражение и у него не было никакого другого выхода, кроме как принять твою религию. Ибо Муавия им. Абсуфьян и те люди, которые приняли ислам после захвата Мекки, они вынуждены были. У них не было другого выхода. Они потерпели поражение. Они были полностью поражены и обессилены. У них не было ничего, чтобы сопротивляться исламу. И они были вынуждены принять ислам. И в такой ситуации было бы крайне неадекватно доверять такое важное дело, как запись и письменная фиксация откровения своему злейшему врагу, который на протяжении практически 20 лет убивал мусульман, враждовал с собой, с тобой и своей религией. Это было бы крайне неадекватно. Это, во-первых. Во-вторых, Муавия им. Абсуфьян, то есть после этого, после завоевания Мекки, естественно, никто не может сказать, что до завоевания Мекки Муавия им. Абсуфьян был писцом. Как он мог быть писцом? Он вообще, в принципе, не был мусульманином, он враждовался исламом. А после завоевания Мекки его святлость посланник поговорим о самом интересном в данном вопросе. Откуда вообще появилось утверждение о том, что Муавия ибн Абу-Суфьян был писцом его святости, посланник Аллаха, был писцом откровения. Основано это на предании иссахих муслима. Обратите внимание, в предании говорится, что это предание иссахих муслимам под номером 25.01. В русской версии это номер 168. Говорится о том, что ибн Аббас передает, что люди не смотрели на Абу-Суфьяна. И не общались с ним. То есть никаких отношений не хотели иметь с Абу-Суфьяном. То есть Абу-Суфьян обратился к посланнику Аллаха и попросил о трех вещах. И посланник Аллаха говорит да. И одним из всех этих трех вещей это то, чтобы посланник Аллаха салаллаху алиевсам женился на его дочери, Умму Хабиба. И посланник Аллаха салаллаху алиевсам соглашается. А второй просьбой согласно этому хадису является то, чтобы посланник Аллаха назначил Муавию своим писцом, писцом откровения. То есть в этом предании говорится о том, что когда Муавия стал мусульманином, принял ислам, люди не общались с ним, не смотрели в принципе на него. И чтобы вот как-то с этой ситуацией справиться, Абу-Суфьян попросил у посланника Аллаха салаллаху алиевсам, чтобы он дал ему три вещи. Подарил три вещи. И первая вещь была то, чтобы он женился на его дочери Умму Хабиба. И вторая вещь была то, чтобы он назначил Муавию писцом. И из этого сделали вывод, что Муавия ибин Абу-Суфьян был писцом посланника Аллаха салаллаху алиевсам. Но это ложный хадис. И ложность этого хадиса содержится в самом хадисе. Почему? Потому что и в принципе суннистские ученые сами об этом говорят. На Умму Хабиба посланника Аллаха салаллаху алиевсам женился задолго до завоевания Мекки. То есть задолго до того, как Абу-Суфьян в принципе принял ислам. То есть представьте себе, например, за 10 лет, за 5 лет до завоевания Мекки посланник Аллаха салаллаху алиевсам женился на Умму Хабиба, на дочери Абу-Суфьяна. Как же Абу-Суфьян после завоевания Мекки, после того, как он принял ислам, будет просить о подобном? Это разумно? Это глупо? И об этом говорит Ан-Навави в своем толковании, в толковании сахих муслима. Он говорит, Знай, что у этого хадиса есть известная проблема. И эта проблема заключается в том, что Абу-Суфьян принял ислам только и только после завоевания Мекки в восьмом году хиджри. И это известный факт, относительно которого нет никаких разногласий. Аб-Навави пишет, что посланник Аллаха салаллаху алиевсалям был женат на Умму Хабиба задолго до завоевания Мекки и задолго до того, как Абу-Суфьян принял ислам. И далее Ан-Навави продолжает. Ибн Хазм сказал, что этот хадис выдумка некоторых передатчиков. Ибн Хазм сказал, что этот хадис выдумка некоторых передатчиков. Почему? Потому что нет никаких разногласий между людьми в том, что посланник Аллаха салаллаху алиевсалям женился на Умму Хабиба задолго до завоевания Мекки. Об этом пишет Ан-Навави, то есть передает слова Ибн Хазм. И в то время, когда посланник Аллаха салаллаху алиевсалям женился на Умму Хабиба, ее отец был неверным, Кафир. То есть Абу-Суфьян на тот момент был неверным, говорит Ибн Хазм. Поэтому совершенно очевидно и понятно, что то основание, основываясь на котором люди утверждают, что Муавия ибн Абу-Суфьян был песцом его святого сопоставника Аллаха салаллаху алиевсалям, это ложный хадис. Даже несмотря на то, что он содержится в сахих муслиме, Ибн Хазм, Ан-Навави сказали и написали, что это выдумка. Вообще, как люди осмеливаются ссылаться на подобные выдуманные, очевидно совершенно выдуманные хадисы и приписывать это достоинство Муавия ибн Абу-Суфьян. На каком основании? И затрагивая вопрос о том, какие вообще были достоинства и похвальные качества у Муавии, давайте приведем историю Ахмада ибн Шуэйба Ан-Насаи. Ан-Насаи, относительно которого Шамсудин Дахаби в своей книге «Сиар Алямин Нубала» пишет, что он был сильнее муслимов в хадисоведении и что он был подобен Бухари. Так вот, Ахмад ибн Шуэйб Ан-Насаи умер в Палестине. Знаете от чего? Он написал книгу про достоинство Алибин Аббеталиб алейсалат вассалам. И так как палестинцы были насибитами, там насибизм был распространен, потому что там долгое время правил Муавия ибн Абу-Суфьян и Амияды, и они вот это вот свое видение навязали жителям Леванта. Они сказали, напиши еще книгу про достоинство в Муавии. И Ахмад ибн Шуэйб говорит, это обращаю внимание, еще раз повторяю, Шамсудин Дахаби пишет, что Ахмад ибн Шуэйб Ан-Насаи автор той самой книги Сунан Ан-Насаи он лучше, сильнее в хадисовении, чем муслим. Что он подобен в хадисовении Бухари. Так вот, этот хадисовед, выдающийся хадисовед, когда к нему люди пришли с просьбой о том, чтобы он написал книгу про достоинство в Муавии, он говорит, я не знаю никаких достоинств в Муавии, кроме того, что пророк проклял его, сказав, да не насытится твой живот. И после этого палестинцы избили его, били, били до тех пор, пока он не умер. Это известный факт, о котором пишут суннинские историки, в том числе и Шамсудин Дахаби пишет в своей книге «Сиара аля мин нубела». Поэтому по свидетельству самих суннинских хадисоветов, таких как Ахмад и Бин Шуеба Насай, у Муави не было никаких достоинств. Ну разве что мы будем считать достоинством то, что посланник Аллаха, саллаллаху, проклял его, сказав, да не насытится твой живот. И так и было известно, что Муави и Бин Абусуфян никак не мог насытиться. Он ел, 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 а насытиться не мог.